Бонзай, друзья! Наконец-то наступило время рассказать вам про парней, являющихся лучшими в своем жанре. Линкен Парк! Линкен Парк образовался... Не двигайся, сука! А то сожгу! Ты кто такой, мужик? Блять! Соткнись! На тебе бензин! Еще одно лишнее движение! Я сожгу на собой! Да какого хера, блин? Тебе что надо-то? Я не... Ты знаешь, что мне нужно! Я не знаю, что тебе надо-то... Ты должен сделать выпуск про Asset My Friends of Fire! Ладно, я сделаю... Ты сделаешь! Только не делай ничего, не... Я слежу за тобой. Ладно. Странно, что выпуск про одну из своих самых любимых команд я решил сделать только сейчас. Как бы то ни было, зажжем! What the fuck? I was a guy! You really love me for you! 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 What am I for? Начнем с того, что костяк группы составляют два горячих парня азиатской внешности. Это Мэтт Механа и Набиль Муу, которые до 2007 года играли в группе We are the Cavalry. В этом же году они переименовываются в I set my friends on fire. Существует миф, что свое название они взяли из одноименного трека у группы Aiden. Даже если так, то популярности оно им точно не прибавило. Поэтому парни решают записать кавер на трек Crank That у Soldier Boy'a. Которые набирают более миллиона прослушиваний на MySpace, за что их там даже банят, ошибочно посчитав, что они накручивают себе ротации. В 2008-м парни готовят альбом под названием You can't spell slaughter without laughter, еще даже не подозревая, что их подпишут на крупный лейбл Epitop Records. Но когда же это происходит, то радости ребят нет предела. Теперь, уже будучи на лейбле, они выпускают таки этот альбом, который имеет как много положительных, так и много отрицательных отзывов. Вообще, что мне нравится в этих парнях, так это то, что они ко всему подходили с юмором и максимальной отдачей. Доказательством этому служит, например, их союз с очень известным в Америке веб-дуэтом СМОЖ, в ходе которого они записывают трек про половое созревание и снимают на него клип. Но им этого мало, и они продолжают развивать эту тему. На этот раз они снимают клип про то, как трудно бывает новеньким ученикам в школе. На ударных, кстати, сидит Крис Ленд из From First to Last. Также без внимания невозможно оставить их домашний сериал, в котором они обыгрывали разные события из своей жизни. Многие моменты оттуда растащили по интернетам, даже не подозревая, кем являются парни из этих видео. What the f***? СМОЖ, 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 С В 2010-м, добившись немалого успеха, парни само собой упражняются в турах С такими крутыми мужиками, как Сильвер Стин Дэнс Гейвин Дэнс Но как раз в ходе этих туров группа покидает Набиль Причина ухода из группы заключается в том, что его посадили в тюрьму за то, что он сжег своих друзей Хотите, ругайте меня, но вы никогда не переубедите меня в том, что группа после ухода индуса стала унылым говном Потому что именно Набиль тащил группу Ведь он занимался практически всем, кроме написания текстов И сочинения тех самых крутых мотивов, за которые мы так полюбили альбом 2008 года Именно его рук дело Необычайность этого парня доказывает также то, что он не ушел в другой бенд и не создал свой музыкальный проект Он начал свой путь фотографа Хорошо у него это получается или нет, вы можете оценить сами Посмотрев его работы на официальном сайте Так или иначе, группа I Set My Friends On Fire в лице его единственного участника Мэтта Механы продолжает свою деятельность Каким-то чудом в 2011-м у них... Эээ... у него выходит альбом Astral Rejection События тех времен не лучшим образом влияют на Мэтта Он скоривается трапкой И если посмотреть то, как он дает интервью То создается впечатление, что он всегда под кайфом Это даже заметно в клипе It Comes Naturally Который, кстати, снимал именно наш темнокожий друг Набиль В феврале 2012-го Мэтт написал в своем фейсбуке, что уже записано много нового материала И он совершенно не будет похож на то, что было раньше Что бы ты там ни обещал, Мэтт, без Набиля тебе не повторить двух успехов А ведь когда-то я хотел прическу, как у тебя Простите, ребят, что заклеил вас Возвращаю на родное место Ну а победителем последнего конкурса стал Женя Горжибальский Ура! Вопрос для конкурса, как всегда, тот же Кто будет в следующем эпизоде? Ответы пишем в комментариях на ютубе Друзья, а еще мы приготовили большой конкурс для любителей снимать каверы Суть простая Вам нужно записать видеокавер на трек Причем он может быть вокальный, гитарный или любой другой Видео обязательно должно начинаться с фразы специально для 9 целых После чего вы должны выложить свой кавер на ваш канал на ютубе И прислать мне ссылку или в личные сообщения, или на почту В июле мы выберем самый интересный и качественный ролик И он попадет в ближайший выпуск А также он будет висеть минимум неделю на главной странице нашего канала Что гарантирует несколько тысяч просмотров Если эксперимент удастся, то мы продолжим такие конкурсы Разошлите это видео друзьям Вдруг, если не вы, то они захотят принять участие Удачи!